приветствую всех любителей варкрафта с вами бани вуры сайт game.ru и 11 выпуск рубрики best replays вместе с аспирантом подготовленной нами рубрики о самых необычных не тривиальных интересных ярких сочных баталиях из мира в c3 11 выпуск застал нас на карте twisted meadows на которой сразятся undead nightmare против эльфа сек менты сана но судя по крил кьюсе в общем а судя по лингвистике общения это скорее всего испанцы у которых полная сиеста танцуют испанцы как там пел миша гребенщиков или или не пел миша гребенщиков в общем вряд ли миша гребенщиков когда-либо в своей жизни пел судя по его творчеству manana организе миссионс в общем да это это точно два испанца схлестнулись эльф против андеда классическое противостояние хотя какую из противостояния варкрафте не классический постройка карта самая что ни на есть древняя постройка ментальная основательная здесь миллионы матчей сыграны в этом составе в этом формате в этом матчапе так ну что мы смотрим что мы видим андет будет играть в поздних финдов с ранним дк и возможно отправиться с лун уже с гулями харасит базу эльфа гоняет шары так называемые да и в общем заставляет эльфа немножечко понажимать кнопочки немножко поводить пальчиками по клавиатуре подвигать мышку не дает эльфу спокойно размеренно и умиротворенно жить на этой земле на земле 200 мэдосов sky или же будет до эльфа заказал варден кстати это важный момент герой очень очень специфичный очень сильный подвижный обладает хиракильными и массово поражающими заклинаниями обладают сумасшедшим ультимейтом но имеющим один недостаток герой очень сквишовый и он как легко убивает слабых отставших больных убогих искалеченных юнитов соперника так собственно говоря и здорово отца терпит вот нюка от фокуса юнитов в общем глаз да глаз нужен за этой женщиной по имени души шадаль справедливо так гуль добивает андет не дает эльфу свободного экспириенса получить и сам начинает охоту за арча и арча тут же пускается на учет завершена целая бригада из гулей отправляется сводная одна гулька замедлено через спасется арча или нет заходится нельзя ну сварчи арча ждет ночи так ночи не ждут даже путаны на мкаде но все-таки арча погибла жаль не дождалась своего лучшего времени погибла молодой во цвете лет так и не выйдя в люди здесь стандартные побегушки борьба за каждого крепца оранжевую точку я так понимаю что андет разделил с эльфом напополам как настоящий новобрачный попытка окружить варденку варденка отпилась колодца который сейчас начинает регенить свою чудодейственное зелье не знаю что у них что там внутри что там пьют эльфы но после этого они очень бодры и веселые судя по всему спайсы андет продолжает развлекаться на базе у эльфа но вот против варденки ты особо не поразвлекаешься потому что получишь несколько ножей и приходится отступать правда герцог у интер мол вполне неплохо себя чувствует это взял первой ауру потому калить пока никого ауру для мобильности для того чтобы быстрее окружать варю то же самое но окружать пока не получается ладно у эльфа под базой сражаться уже нет смысла с пробитым дк с регенящимися колодцами ну вот получает он еще один нож и у него остается сотка хп хелить дк на первом левеле абсолютно негде поэтому вот вопрос как жить дальше андеду скорее всего он уже нажал тир-2 давным-давно возможно тир-2 уже заканчивается удар у эльфа тоже дерево машет лапками нет уже не машет уже так стоп у эльфа же тоже тир-2 судя по всему да покажите пожалуйста да здесь great населедите только на тир-2 воды да ну вот он регенится только за счет проклятой земли пытается это сделать варя наверно не отожмет гули если андет под контроль это вот молодец четко хорошо грамотно и у варвары не остается судя по всему уже маны на следующий нож здорово здорово действует андет немножечко поблочил как учили отцы основатели этой расы мун люцифер фофф постройка завершена мун я сказал неплохо ну возможно амун отец основатель андедов поскольку именно на играх с муном андеды учились всем своим премудростям и императивом так что наверное мун внес не менее весомый вклад в развитие андетской партнер так еще один нож в д.к. у варе 2 level вот вопрос что она взяла блинк или ножи возможно пока еще не выбрала скил тир-2 заканчивается он д.д. соответственно появится заветная подка в магазине хилище а гуля отправляются так д.к. и наверное должен пить иначе а постройка завершена деньги вроде есть а эльф готовится так здесь вопрос он д.д. есть развилки да он может сыграть гулигард завершена он может сыграть все-таки в фендов но судя по всему там будут посмотреть на базу будут там гарги но эльф на всякий случай влепил сторожевое дерево значит он что-то знает больше об андете чем я и ждет гаргулей так кладбище есть ну понятно без кладбища ты все равно ничего не сделаешь придется строить но вот вопрос будут ли это гарги либо будут это фенды надо увидеть второй склеп очень быстро кликает к сожалению observer на базу и не успеваю или это я слоу почву но не успеваю так гули молодцы загрызли там гнула когти плюс 6 выпали это лечу на будущее на вырост взяли варя закупила сапожки и пытается нагло закрепить точку андета но мне кажется тоже слишком большая наглость андет должен это заметить но не замечает панда там взята но себе по всему очень очень скажем так вожделенно ждет эльф гарг уверен в них из 100 процентов и панда взята как раз для того чтобы ну сейчас эльфа нужно качаться от теперь не дает стычка на центре не дал андеты и центральную лавку прокрепить вообще не знаю зачем эльф этим занимается если ему нужно фастом закрепить панду до 3 до 3 левела как раз вот для того чтобы потом отбить какой-то тайминговый пуш андета будь то гарги либо будь то выход из полтинника с вермом фидами и прочь в тройках очень прелестимы да но в любом случае нужна панда третья и сейчас мне кажется теряет время гоняя этого андета по его собственной базе потому что 2 дк и выход то есть андет из своего лимитов свой там до в свои 60 70 в этот пуш выйдет в любом случае с любым дк и без третий панды эльфа будет крайне тяжело все это отбивать на видим что веб качается фендам это будут фенды никаких гарк не ожидается к его варвару ванна и следовали такие запретительные куэл нова чтобы не особо расслаблялась еще один кайл татьяда заставить эльфа нова почти добила арчу жалко не хочешь да ну тут и варя сама аннигилирует арчей ответный жест вежливости помните как андет в начале игры загрыз собственную гулю кровожадные герои бей своих чтоб чужие боялись ничего не сделать так пары панда зачем-то прокачала нота для криппинга скорее всего теперь уже андет вцепился в хвост эльфу не пойти покрепиться и вот он андет на мой взгляд совершает абсолютно правильную процедуру он он делает вещи которые ему помогут выиграть что не крепленная панда это горе в семье эльфа много гулей и это будет может быть а это будет пуш на 40 гули с френзи гули с френзи а там может быть даже может даже без дестройеров там по тележка некий завершать афин должен быть зачем вы позвучать фендам если ты не собираешься их строить в общем много пока загадок в стратегии андета у нас тёмных 5 она надеюсь что всем скоро мы эти загадки узнаем но вот у гули когда делается френзи а панда еще даже не вторая вот это будет очень сильно ну правда эльф все-таки знаете такой настойчивый эльф настырный закрепил жирную точку андета так но в панду там маска соби кстати для панды это очень здорово на перспективу но перспектива может и не наступить начинается битва всех времен и народов были под френзи живенько сгрызает абсолютно все что очень уж быстро двигается деревьев надо отводить варя судя по всему на блинке то есть не взяла ножей а надо было бы когда как только эльф узнает что к нему придет пачка гуля из френзи варденко пожалеет что не взяла ножи так вцепились влеча но все по всему мана там больше нету варим на то чтобы продолжить погоню отступает временно эльф тележка ой tom of experience здорово дк 3 левел сэкономил на себя время а бомб боже это будет просто пуш каким-то наземным лимитом абсолютно милишным а бома гули никаких те гарк никаких те финтов никаких тебе вермов дестройеров ничего не будет будет только земля в иллюминаторе эльф готовился готовился к гаргам но в итоге гарги не прилетели ну ничего старожил дерево украшает по фэн-шую фасад и дизайн эльфийской базы они строим все таки будет дестройер будет что он будет дисплеить хорошего хорошего ну и джордж тройка завершена ну плюс а неизвестно сколько медведи собирается нашли нашли потерь здесь предвиде явно будет видеть строят это без трасс маны очень живо разуплотняет мишек мишка будет видимо тоже только один по крайней мере пока поэтому дестройер нужен тоже только один риджу в диспле все но я не знаю как будет отбиваться эльф от вот этого вот гули под френзи койл нова варден варден делает blink выживает и нажимает тп каким-то чудом на 14 хп господь бог всемогущий ничего себе ничего тебе сказал я себе до гули с френзи это жутью жутью это просто страх и ужас так а если не крыда на атаку мне кажется должны быть еще и грейда на атаку гулик чтобы поживее они доедали эльфийскую армию так 52 лимита у андеда лич личовка получила второй левел вопрос что качать ему фроза щиты либо поедалку своих собственных юнитов и то и другое имеет свои плюсы и здесь вполне уместно гули забегают с френзи внутрь эльфийской базы дестройеры начинают атаку по медведям все правильно фокуситься ну и вот о чем я говорил эльф потратил время на то чтобы гонять андеда панда не 3 и 3 же панда до 2 панда поэтому а свитки есть ой два медведя два медведя не вышли но гули дешевые дотекание будет довольно жиренько происходить вот по моему андед без свитков пришел это это ошибка что даже вторая панда как мы видим довольно здорово портит жизнь андеду закопали фенда и потеряли пачку гулей господи двух медведей отжал правда 3 медведь умер у эльфа полный колодцы здесь герои могут жить сколько угодно начинается атака по дестройрам надо отводить надо кайлить надо кайлить но трех медведей на пачку гулей разменял андед ну хорошо не на пачку где-то гулей 8 наверное это выгодно тут уже дрозд ответ против на дестройеров вот зачем качался вэп фундамент естественно ок п п в уходим так разошлись войны разменявшись но наверное примерно поровну поровну потому что все-таки у андеда легли три медведя три или четыре медведя у эльфа андед потерял где-то десяточек грызунов своих мелких но андета как видно я видим не собирается строить гулей дальше это не будет игра в это было атака с гулями но не стратегия в гулей он будет делать об омах об оминей шинов и дрозд становится полным дурачком в этой ситуации хотя там все-таки в дестройр один летает нет не помню умеренным дурачком становится дорост аккуратно эльф построил всего одного куда там два дестройера нормально поклюет таким образом ну вот не знаю эльфу сейчас по-хорошему выйти бы в моздриад потому что я бомбы за ними не очень догоню не очень угоняется и открыл новые они не страдают и еще добавку всему можно не по контролю дестройров убить и так далее а вот насчет медведей в этой связке я не знаю честно говорят два дестройра здесь идеально подходят потому что чтобы их убивать одного дрозда не хватит как вы понимаете да даже двух дроздов не хватит у тебя них в общем ты вложился уже в медведей и непонятно как ты будешь убивать двух дестройеров тремя дриадами дроздом их не убить через повторяю при должном контроле а дестрой и здесь очень много будет пользы приносить в сражении будут диспелить будут бонусом бить по медведям еще и сплэшем если какой-нибудь риджуфчик удастся не спыльнуть или рык в общем маст хэф еще один томбов экспириенс для андета просто прет там лич 3 левела ой-ой-ой-ой-ой-ой есть свиток да в андета очень жестко два свитка инвул у дк подка у дк вообще не убить героев и андета готовится к этому решительному наступлению выходит уже давно вышел из лимита естественно из этого ничего не видит андет проверил нычку не поставил лель в шальным образом экспант и нажимает т.п. но развел ильф хотя бы как-то время потянул да у андета очень жесткий лимит обломы с медведями стоят прекрасно тот еще ильфа армия растянулась господи финды правда не должны танковать и финт не может найти себя на этом празднике жизни попытался через парадный выйти не сумел через черный ход вышел удалось но этот много должен на терять дестройеров отвозить отводить надо а бомбы должны хорошо танковать но бомбы зачем-то бегают сзади армии просто бегают и не знаю финдам под хвост заглядывает но это неправильно не разобрался здесь сель в контроле естественно дрозд умирает от веба и собственно чем убивать дестройеров непонятно вот теперь наконец андетские юниты разобрались кто с кем должен драться або вам бы еще вонь изучить для полного счастья а дестройеров что потерял что ли тележка танкует тоже неплохо две тележки танкует одна тележка хорошо двигать еще лучше правильно парденка на блинке уходит ну короче здесь эльф отдался не смотря на то что андет очень криво принял этот файт но эльф весь отдаться чуть более чем полностью да ну и мы напомним о том что эльф очень невнятно неаккуратно я бы сказал неряшливо подошел к этой битве там варденко добегала еще до армии ему надо было честно говоря сразу бежать и не драться просто бежать и либо т.п. нажимать и зачем пришел то вообще ты пришел чтобы развести на т.п. но тогда у тебя должен быть out если соперник сделает т.п. то часть вторая часть плана должна быть какая-то в голове или противник сделать т.п. я открою рот у меня туда брызнет слюна я буду смотреть на экран да сюда будет стекать по подбородку ты должен тогда как-то уйти от т.п. если ты хочешь развести или у панди нужно было купить свой т.п. ну то есть непонятно зачем эльф приходил как ко мне продавцы косметики его вот непонятно зачем пришли у них нет же тоже не было плана б а если их из-за двери пошлют на три буквы они будут стоять и пускать слюну так примерно и эльф пришел продать андеду в косметику его но слишком жестко слишком жестко сейчас проиграл это сражение эльф слишком жесткий перевес и по героям и по составу армии по лимиту безусловно 3 дестройера ну то это кажется вот сейчас г.г. идет к эльфу если это будет так то где же голдовость реплея спросим мы да я ведь тоже смотрю вместе с вами первый раз эту демку ждем какого-то неожиданного разворота вместе с вами потому что иначе это просто обычная игра немножко криворудки криворудки чутка слегка ребят начинается битва последний бой он трудный самый нам показывают с необычного ракурса аспирант эту этот файт а бомы медведи колодцы все друг друга бьют дестройеров надо подконтроливать подконтроливать за лесок отвести отличная нова в дрозда дрозд минус лично и лично контроливает лично дед ну да слил героя на ровном месте так продолжается битва бомы просто шлепают по всему что есть но без лично надо уходить на т.п. койлом вместо а бома захилил вражеского медведя ну и то неплохо и что дальше и андет здесь просто отдался ну да это конечно гениально прийти отдать лича на халяву там еще обвом потеряет так но вы знаете андет просто совершил акт ответной любезности по джентльменски знаете эльф отдался у него на базе андет пришел и отдался на базе у эльфа продолжится этот обмен добрыми делами интересно у этих господ или нет испанских у этих испанских конкистадоров у этих испанских мачо сеньоры пришло время снова отдаться эльфу судя по всему режу чек на диспольнуть молодец дестройер 5 садись а ты не можешь сесть ты же птица только гарги могут садиться это после определенной дрессировки так и чему жизни учит людей и эльф приходит заканчивать игру так же как андет пришел заканчивать игру тремя минутами ранее ага так дыхание правда панда качается вот это здорово конечно это это приятно начиная там дает контролит видно что на маленьких лимитов он контролит гораздо лучше чем на больших но это довольно много армии сколько ману панды и какого она левела тоже большой вопрос но полагаю что стремится пятому каналовал 5 левела дк и эльф тоже как себе домой заходят прямо вгрызается в самую кладовку андетской понимаете залез в чулан андет продает рудник и продолжает отбиваться на креативе и бешено микро нет не отбивается нету как-то бегает как-то бегает лично интересно когда-то вот мне кажется выйдет лично немножечко объяснит объяснит немного захватчиком интервентом эльфийским destroyer не знает где найти пятый угол панда дышит в одного а бома так минус destroyer судя по звуку был все таки застрелили его дк дк закупается инвулом поткой и андет уже в самой глубине базы в самой сам на самом донышке уже лич ждем лича вообще в заказе или нет вопрос дк врубает инвул лич по-прежнему он просто пенсионер в санатории проспал все самое интересное понимаете а алтарь же снесли судя по всему не будет лича делает телепорт дк тут здание как-то стреляет финды как-то выкопались отрегенились как-то можно шестой левел там уже скоро получить да и как-то как-то мы выживаем алтаря же нет отчего ждать лича есть алтаря нет ставерный лича выкупать не профит напишем без маны обличь без маны деньги на ветер финт снова закапывается андет здесь просто героически отбивается но под башнями под стреляющим некрополем делает тп варденко и андет гонит еще трех миши господи это еще вот но я бы назвал эту игру а жесты доброй воли жесты доброй воли прийти и отдаться у врага у врага в гостях во вражеской вотчине какой-то синдром отдачи надо обязательно вот у тебя ты добываешь преимущество и нужно обязательно прийти и вернуть его истинные джентльмены взаимная вежливость царит в варкрафте в 2017 году вежливость добропорядочность гармония и конечно же благородство шестой левел дк добрый вечер койл финда маны нет вообще вот тут будет имейт заезать панда 5 это видно тут гадалки не ходи понимаете здесь отлично финды терпят но финды могут закапываться у панда тоже все по всему нет маны дк бы как-нибудь ультимейт заезать он бы здесь объяснил эльфу где раки зимуют но вычек то нет рудники закончились андет на все деньги гуляет уже продает все здания что только может и водовиль стремительно движется к развязке стремительно приближается к кульминации так посмотреть бы сколько денег у эльфа осталось но судя по всему там тоже сейчас начнется дотка потому что финды это не войны против 5 панды и вот один дк будет как-то отбиваться где-то ему надо леча взять но в как-то вот его нужно да он бежит в таверну воскрешать лечевку но как у эльфа двагеру промахнулся немножко так возвращается дк судя по мини карте к таверне сейчас там появится вторая белая жирная снежинка до деньги 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 на леча сколько же стоит а третий лич от 3 по моему да если не шо или четвертый уже там мэнс носят дк дк ждет самый терпеливый дк в мире хладнокровный непроницаемый абсолютно стоит и ждет глядит как околиты там терпят на его базе продает последнее здание и ждет он ждет леча как девушка парня из армии понимаете он самый преданный в мире дк отдает дом родной видите деревню сожгли всех селян убили сожгли в прямом смысле потому что там панда бегает и дышит на все а вот он дождался дождались лич выбегает довольно сарбой окей а панду там можно и подразобрать сейчас будет но там у андэда остается один зигурат там я не знаю кстати какого левела варька даст вставают панду варька уходит на блинке ну и собственно наверное все для андэда потому что эльф сейчас полностью привязал андэда к собственному мэйну он может разводить сколько угодно он может на героях быстро закрепить нычку поставить ее а если андэд побежит например да и и отбивать то какого-нибудь шального знаю медведя дриаду что-нибудь заслать для того чтобы убивать там варденко пытается вы блин кого царь за ней идет погоня кстати 5 авария у нее нет маны у нее нет т.п. панда зачем-то крепится но видимо для того чтобы у панды там конечно жесткие девайсы панда крепится чтобы денежек немножко заработать это понятно экспириенс то и уже не нужен став медведя но у лича тоже нет маны вот в чем проблема но лич он все-таки интеллигент intelligence герой ах медведь не убирает от кайла ай беда дк бежит исправлять то что не не сделал койл все молодец получает нож в зубы деревья лапками пару раз заботливо угостили варя делает блинки если койл еще один у дк не знаю но там погреб по хребтону получал от роще нормально к излает злая злые леса у эльфа дерутся ой ой дк ой надо доконтролировать панда врубает пары и лич пьяный в сизый в дрезину буквально не может ни одним выстрелом попасть в панду беги родной бегите и регентись на проклятой земле но понимаете если сейчас отпустить телефон точно экспантер нет хотя сколько денег у эльфа мы не знаем может все продать гармония стоит перекопается нычкой просто нычка должна уже идти в путешествие да и все в смысле мэй лич насковырял на нову койл нового варденка блинка уходит на снафе на лебеди дк панда сжигает дк и это точно гг вот неплохая развязка конечно я я написал эльфа не знаю зачем хотя стойте стойте да панда убьет еще и лича нет панда умирает но варя варя убьет лича тут без вариантов варя отпившиеся в колодцах лишь не знает куда его бежать надо кнут куда-то надеваться дк а же не воскресить ему надо всего лишь где-то минут 40 где-то 5 отрегенить хп но нет маги не выживают против варе варденка как раз охотница на все это что он покупал до него мана нет понимаете там не купил него нет мана просветка тебе зачем и варя начинает аннигиляцию мейна да ну вот теперь мы поняли для чего мы смотрим этот реплей ренджевик победил милишника но как там как там варденку ставнуть успели на последний хп как недоконтролил потом андеты да да ну вот теперь точно лечу гг гг друзья интересная игра в фанце мы посмотрели небольшой пассаж из дотки чисто на героях пацаны сразились и герои эльфа оказались немного сильнее удовских это было смачно интересно спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на мой канал на ютюбе подписывайтесь на канал на ютюбе goodgame.ru ну и конечно же смотрите следующие выпуски рубрики best replay с вами был баневур пока